Татьяна и Вероника Трясло, не помогало ни одежда, ни одеяло Я заказывала в понедельник днем роллы по-итальянски и шаварбу по-итальянски Весь день было нормально, в 11 часов началось проявление болезни Была просто тошнота, начала подниматься температура Мучилась до 6 утра, боли невозможно, я думала, я умру вообще Та же история случилась еще с 10 пострадавшими Пациенты начали поступать после праздников, начиная с 5 ноября Сейчас им регулярно ставят капельницы и дают антибиотики Заболевание сальмонеллез у них протекало в средне-тяжелой форме То есть это высокая температура в течение 4-5 дней Вплоть до 40 градусов Тошнота, рвота, диарея сильная и сильнейшие боли в животе Причина отравления устанавливается По предварительной версии опасные бактерии могли содержаться в яйцах или в курином мясе Еще одна версия – инфекция в продукт могла попасть от зараженного повара Директор даже лично приезжал в больницу, чтобы извиниться за случившееся Нам удалось связаться с менеджером компании Марио Пицца, который отказался представиться Мы уже оказывали помощь пострадавшим, как видели, в медикаментах Разговаривали с главврачом Также мы ведем беседы постоянно с разванием, содержимся и с людьми, которые в больнице Однако такой компенсации пострадавшим явно недостаточно Директор этого заведения, когда приходил и просил прощения, он изменился очень, когда увидел последствия Если, конечно, нам как-то не компенсируют это все, то, конечно, я намерена подавать в суд Судьба ресторанов Марио Пицца и Япона Мама, которые пользуются услугами одного поставщика, решится после проверки Роспотребнадзора Не исключено, что эти заведения закроют Редактор субтитров А.Семкин